Добрый вечер дорогие друзья, вы смотрите новости Капказа Грузинского Центра Стратегического Анализа ЖИСАК. С вами я, Гелла Васадзе. Сегодня воскресенье, так что новостей будет не так много, зато есть интересные посты. Большое спасибо за внимание к каналу, лайки, комментарии. Комментарии сильно помогают продвижению канала. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Комментарии не моделируются, не удаляются, троллям, ботам и радиоточкам не отвечают. Всегда заздоровывайте дискуссию, ведите себя прилично и уважайте себя. Ну а теперь, где у нас случилось? Украина не может выполнить требования для членства в НАТО, потому что ее территорией на Донбассе оккупирована российской армией. Или теми, кто называет себя ополченцами. Грузия хочет стать членом Альянса, они соответствуют требованиям, но было бы разумно иметь их в качестве членов НАТО. Нет. Эти слова уже бывшего командующего ВМС Германии, Федеративной Республики Германии, господина Щенбаха, адмирала, в общем-то имели очень серьезный резонанс. Во-первых, резонанс это тот, что эти слова привели к его отставке. Но вообще-то там адмирал наговорил на 10 больших арестантов. Случай с немецким адмиралом я написал про этот случай у себя в Фейсбуке. Может быть, кстати, на телеграм-канале новости Кавказа Джессак призываю вас подписываться на него. Там тоже бывают интересные вещи, но и в сообществе Ютуба, соответственно. Что сказать? Вообще, этот случай с немецким генералом, который заявил, что, кроме того, что я уже сказал, что Путин требует и заслуживает уважения, Крым не вернется в Украину, и вообще РФ может сыграть большую роль в деле противостояния с Китаем, очень интересно. Интересно, прежде всего, с точки зрения понимания логики Путина. Извечные русские вопросы «что делать и кто виноват» уже давно заменены вопросом «зачем Путин это делает?». И если отбросить экстравагантные версии типа медицинских показаний, ну, болен человек, или то, что он агент мирового империализма, что тоже вполне вероятно, но все-таки давайте не будем на этом концентрироваться, остается только одна версия, что нынешний украинский кризис – очередная попытка Путина продать себя подороже Западу в качестве элемента противостояния с Китаем. Ну, с Китаем, вот кто-то мне скажет, ну, Путин же хочет дружить, с Китаем очень хочет, но у него с Китаем дружить не получается, и я предполагаю, что ему уже сказали, что никогда не получится. Чего хочет Путин в данном случае? В данном случае я хочу подчеркнуть, что когда я говорю «Путин», речь идет не персонально только о президенте, подразумевается вся правящая в России группа лиц. В общем-то, понять это не мудрено. Главная задача – получить гарантии сохранения своей власти. Ну, а в качестве подтверждения таких гарантий переговоры по вопросу о безусловном влиянии на постсоветском пространстве, кроме, в данном случае, кроме, несмотря на все заявления, кроме Грузии и Украины, потому что понятно, что на данном этапе, ну, подчеркиваю еще раз, на данном этапе, с Грузией и Украиной, ну, не получится. С Грузией и Украиной он или они вполне удовлетворятся ситуациям, когда признают, значит, ну, хотя бы не понятно, что неформально, то есть не официально, а неформально их территориальные захваты. Ну, вот, типа того, как Шенбах сказал, Крым не вернется в Украину. Да-да, по международному праву. Конечно же, все это будет территорией, там, Абхазия и Цехинвардский регион будет территорией Грузии, Крым и Донбасс территорией Украины, но, по большому счету, их не будут беспокоить. Вот, примерно в такой конфигурации. Ну, а в остальных странах они хотят иметь уровень влияния примерно такой же, как и на оккупированных территориях. Тут уровень влияния, который они имеют под коллаборационистами. Причем, как раз таки, в Украине, почему по Украине, возможно, война, ну, это повторение Цехинвардского сценария с легализацией вот Оргло, вот этих ЛНР, ДНР и так далее. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что, в общем-то, говорится о том, что Украина напала сама на себя, то есть на вот эти коллаборационистские образования, которые контролируются пророссийскими прокси, ну, а потом Россия, соответственно, проводит операцию по принуждению к миру. Эта схема опробована, именно против, кстати, этой схемы. Сегодня эту схему не дают Западу выполнить. Ну, а потом они бы с удовольствием согласились бы на грузинский такой сценарий, когда к власти приходят силы, не заинтересованные в обострении отношений с Москвой, которые заняты исключительно в ныне повестки дня, а повестка дня в Украине, ого-го, какая. И, в общем-то, вот так вот на тормозах все спускается. Ну, а аппетит приходит во время еды. Поэтому, честно говоря, я не верю в то, что информация британского МИД о том, что будут двигать Евгения Муравьева, значит, соответственно, на пост главы Украины, сейчас соответствуют реальности. Да, он может быть выдвинут, но не сегодня. Сегодня им нужен какой-нибудь такой нейтральный персонаж, который просто не будет портить отношения с Москвой. Не Муравьева, извините, а Муранова, конечно же, да? Значит, который будет не портиться отношения с Москвой, ну и потом уже можно будет подумать о большем. Про остальные страны, поставка, конечно, за них Кремль поборется. На очереди под ударом, я думаю, может оказаться Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан. Почему эти страны? Ну, потом, причем нужно хорошо понимать, что провоцировать кризис Москва, конечно, при первом же удобном случае и сможет, но вот без кризиса лезть не будут, просто будут совершенствовать свою инфраструктуру внутри этих стран. Чтобы в случае кризиса, как это произошло в Казахстане, этой инфраструктурой воспользоваться и, соответственно, значит, достичь своих целей. В Беларуси, Армении, Кыргызстане и Таджикистане и с определенными оговорками в Казахстане вопрос на этом этапе, по-моему, версии Москвы решен. Что касается Молдовы, то после потери Украины она отрезана ломоть и в то же самое время она перешла в другую категорию, это категория болевых точек, на которые можно периодически давить, доставляя дискомфорт Европе. Ну, такие же страны, там, Босния, Черногория, где Кремль шатает, знает, что успеха не будет, в общем-то, но дискомфорт создает знатный гром и всего прочего. В арсенале Кремля есть Сирия, Ливия, Афганистан и даже Венесуэла. Ну, это, так сказать, показательное выступление для того, чтобы иметь какие-то, даже не козыри в рукаве, какие-то аргументы на переговорах с Западом и не только с Западом. Конечная цель, я еще раз повторюсь, что это гарантия сохранения власти и защиты коллективного Запада от возрастающей мощи Китая, которого они боятся, потому что не понимают, и про который они, несмотря на все обнимашки с Си, прекрасно знают, что договориться не смогут. Ну, просто противоположные по всему силы хотят. И там авторитарный режим, и тут авторитарный режим, но это не тот случай, когда авторитарные режимы тянутся друг к другу. Кстати, Китай, говорят, предупредил, даже попросил Си у Путина не нападать на Украину во время войны. Но я скажу так, что, ну, сразу же, конечно же, начались вопли, что это ложь, что это неправда, что это не так. Так, может быть, может быть и неправда, но я скажу так, что я бы на месте Си как раз таки так бы и поступил. Многие разумные люди на месте Си именно так бы и поступили, просто потому, что очередная война во время Олимпиады в Китае, ну, будет, а будет уже просто неприлично. Напомню, что в 2008 году Путин начал войну именно во время Олимпиады в России. Война в Грузии. Но главная проблема Путина как раз таки, знаете, в чем? В том, что США, причем всем политическим группам там, сегодня не нужен абсолютно Союз, на мой взгляд, это лишнее. А нужен враг. Враг агрессивный, открытый и как можно более слабый, потому что с сильным, ну, кому хочется иметь сильного врага. Китай на эту роль, в общем-то, не подходит. Кто подходит, в общем-то, догадайтесь сами, почему нужен враг. Это все очень просто для того, чтобы оправдать существование огромного, даже это не аппарат, а огромной инфраструктуры сопротивления силам зла. Ну, кто-то должен быть силой зла. Долгое время силой зла был Советский Союз, потом был исламский терроризм, но он был такой, знаете, силой зла, которая вот как бы она есть, но ее нет. Ну, персонифицировали вот это в Афганистане и в Ираке, но из этого ничего путного не получилось. А тут Путин делает такой подарок. Кстати, Надежда Киморкова считает, что, в общем-то, вот она считает Путина действительно агентом американского империализма и считает, что Путин вполне осознанно работает на американцев для того, чтобы создать из России такой... это не империя зла, это имитация империи зла. Но это имитация империи зла для России, для той Соединенных Штатов, но я скажу, что странам, которые рядом, от этого не легче, мало не покажется. Теона Акубарди, депутат парламента Грузии, член комитета по обороне и безопасности, написал у себя в Фейсбуке, что в прошлом Кремль часто использовал проверенную тактику на постсоветском пространстве. То, что было предпринято против Грузии, теперь это называется гибридной войной, повторилось в Крыму, но уже в улучшенной форме, в закончившейся аннексии и затягиванием Украины в конфликт на Западе. После августовской войны 2008 года так называемые оккупированные территории появились, процесс признания независимости начался на уровне заявлений, и мы хорошо помним, чем это закончилось. На этой неделе стал актуальным вопрос признания Донецка и Луганска в Российской Доме, поэтому не исключено, что вместо широкомасштабной военной агрессии Кремль пойдет на этот шаг и затянет напряженность меньшими затратами. Понятно, что Кремлю нужны какие-то действия на этом фоне, хотя все же крупномасштабная война достаточно затратна для него, поэтому Теона думает, что она вряд ли будет. В любом случае, поддержка Украины со стороны Грузии жизненно необходима, поскольку мы не только являемся стратегическими партнерами, но и имеем общие интересы в членстве в НАТО и ЕС, против которого открыто выступает Россия, а также общие вызовы, оккупация, аннексия из-за агрессивных действий Кремля. В этой ситуации правительство молчит, парламент из-за большинства упустил возможность принять в декабре резолюцию в поддержку Украины. Эта возможность сейчас есть, хотя я думаю, что нужно сделать это сейчас сразу, а не во время вынесения сессии. Конец цитаты. Ну что ж, абсолютно согласен с Теоной. Более того, да, действительно готовится, значит, резолюция, но я думаю, что эта резолюция должна не только содержать дежурные фразы, что типа того поддерживаем и так далее и тому подобное. Должен быть четкий план, должен быть четкий план действий Грузии по поддержке Украины. Ну и спасибо Теоне отдельное за то, что она один из немногих политиков, для которой поддержка Украины является вопросом номер один сегодня в Грузии, потому что это действительно вопрос номер один. У Тбилиси, у посольства Украины сегодня прошла акция многочисленная достаточно в поддержку Украины, солидарности Украины. Ну, что сказать, спасибо ребятам. И я хочу обратиться ко всем нашим зрителям, если у вас есть возможность как-нибудь выразить поддержку Украины, выражайте ее, потому что это поддержка вашей собственной страны, уверяю вас. В парламенте Грузии, это уже новость из цикла наручно не придумаешь, утверждаю, что реальные причины отмены подготовительного визита группы, значит, формата Жанна Мане, ну, мы помним, Папуашвили Зураб заявил, что ему некогда не связаться с евродепутатами, вчера я об этом говорил, значит, связаны совсем не с тем, что, допустим, ему некогда было. То есть, подчеркивается вот, что диалог Жанна Мане не может быть запущен до тех пор, пока не состоится встреча Папуашвили, соответственно, у нашего спикера парламента, с председателем Европарламента. А оба заняли свою должность недавно, поэтому пока это невозможно сделать, но, соответственно, значит, обязательно будет сделан. Диалог Жанна Мане не формат спонтанных и односторонне спланированных действий, а процесс сотрудничества. Поэтому важно правильно его подготовить, внедрить, чтобы инструмент вместо снижения поляризации сам не стал источником поляризации. Ну, вот такая вот позиция у Папуашвили. Хорошо, что он оправдывается. Плохо, что он не встретился с евродепутатами, потому что от встречи с ними точно не было бы вреда. Напоминаю, что диалог Жанна Мане – это инструмент, разработанный Европарламентом за мир и демократию, который сочетает в себе парламентскую медиацию и диалог. Формат предусматривает диалог между политическими лидерами для достижения консенсуса по важным для национальной политики вопросам. Впервые диалог Жанна Мане был применен в 2016 году в рамках сотрудничества Европарламента и Верховной Рады Украины. Из новостей Азербайджана европейский комиссар по энергетике Кадри Симпсон примет участие в февральских конференциях в Азербайджане и США, чтобы обсудить пути увеличения поставок газа в Европу. С таким заявлением выступил еврокомиссар после встречи с министром энергетики во Франции. Отмечается, что Евросоюз проведет переговоры с партнерами. Кризис газоснабжения в Европе из-за дефицита поставок газа уже привел к росту цен на энергоносителей. Об этом сообщает агентство Надалу. Тоже агентство Надалу сообщает о том, что Турция заключила контракты на поставку пилотников в Байрахтар ТБ-2 с 16 странами. Об этом сообщил директор компании Байкал Халук Байрахтар. Он также сообщил, что кроме того заключен первый экспортный вариант относительно ударного БПЛА Байрахтар Ахинчи. Поставки в рамках этого контракта запланированы в 2027 году. Насколько я помню, насколько я знаю, этот первый экспортный вариант контракта был заключен с Украиной. Могу ошибаться, извините. По словам Байрахтара, главная цель обороны промышленного сектора Турции увеличить долю рынка в мировом масштабе и войти в число 10 стран-экспортеров. Тем временем по украинскому кризису открылся то, что произошел до встречи Блинкин-Лавров. Хорошо знакомый вам руководитель Южнокавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разрушения Владимир Копчак. Он прокомментировал Ваяж Блинкина для агентства Фронт-Ньюс. Вот что он сказал. Первое. Ваяж с обширной географией госсекретаря прежде всего имеет цель максимально донести простой месседж. Украина попросту пытается уцелеть. Напомню, что после Киева и перед Лавровом в Женеве Блинкин посетил также Берлин. Публичные его посылы были доступны и красноречивы. Можно смело предположить, что в Киеве с президентом Жзеленским и не только в непубличном формате обсуждались вопросы Украины защищаться в лури политической стабильности, где у нас, мягко говоря, не все окей, в форматах помощи в различных эскалационных сценариях и готовности Киева эту самую помощь принять, освоить и эффективно применить. Второе. Безусловно, обсуждались и варианты возможных компромиссов с Кремлем. Напомню, что безальтернативность Минска пока ключевой публичный посыл не только глубоко озабоченных нормандцев, но и Вашингтона. Думаю, что несмотря на эту риторику, Вашингтон прекрасно понимает, что Москва готова выполнять Минск только на условиях капитуляции Украины. На что Киев идти не намерен. Капитуляцию невозможно продать украинскому обществу. Прежде всего, армии, начиная с главнокомандующего ВСУ залужного и заканчивая бойцам в оккупе. Вариант Б и далее по списку существуют. Хоть нам до сих пор о них и не рассказывают. Гадать о содержании не вижу смысла, так как Москва отбрасывает любые, даже самые усредненные форматы для оккупации украинских территорий, желая политически получить Украину целиком. Или превратить ее в сплошную серую зону. Вот тут я остановлюсь и добавлю свой комментарий. Я думаю, что на этом этапе, конечно же, превратить в сплошную серую зону, а потом получить Украину целиком, если получится. Продолжаем то, что сказал Владимир Копчак. Третье. Сейчас в динамике мы имеем фоновый режим безальтернативности Минска при системном наращивании внешней поддержки Украины. На фоне внезапной помощи из Лондона, внезапной в кавычках, сеть пистолет искренними посылами «Боже, храни королеву» и обидными во многом заслуженными мемами в адрес Германии. Подписываясь под каждым словом гимна Великобритании, я все же напомню, что привезенная из Альбиона ПТРК в шведские. Напоминаем, декабрьский визит министра обороны в эту прекрасную страну. В Киеве после этого, напомню, были датчане, а совсем недавно балтийцы заявили о готовности поставлять вооружение в Украину. Американская, к слову, Турция, Байрахтары и не только. Блинкин в Берлине, а в это время Зеленский в Варшаве. И это далеко не вся география. Это я к определению «внезапно» в кавычках. Четвертое. То, что Минск мертв, хорошо понимают и в Кремле. Последний маркер понимания инициатива в Госдуме о признании ЛНДР. Напишите Ордло, но язык же сломаешь. О признании Ордло. Профессиональные коммунисты по вызову без благословения эту дурочку сами бы не запустили. Элемент торга и или давления? Безусловно. Вариант для отползания возможно. Однако на фоне обрецания оружия вдоль границы и безумных ультиматумов, такой минималистский вариант отползания может не быть воспринят даже в Воронеже. Поэтому не обольшаемся, не расслабляемся, готовимся отбиваться. И пятое. Приведет ли такое возможное признание к деэскалации? Ситуативно возможно, в целом исключено. Кремль не откажется от Украины. Для Киева ситуация стратегически не поменяется, так как мы не откажемся от деоккупации Крыма и части Донбасса. Тактика будет другой, хотя бы потому, что признание официально хоронит Минск, причем руками Кремля. Так что я не вижу повода для истерик. Куда интереснее было бы, как и во что Кремль будет заворачивать такую победу. Кого будет пытаться вымазать признанием, помимо известного набора Асадов и непризнанных образований на оккупированных территориях других стран, фантазия там бурная. Но некоторые контуры просматриваются. Аншлюз Беларуси завершен. Идет официальное оформление. Еревану и Нур-Султану в Астане приготовиться отмахиваться. Это один из возможных сценариев. Так поступить, думаю, в кремлевском бункере еще не определились. Согласен абсолютно. Шестое. Не могу не ответить на базовый вопрос, ставший вирусным. Никто за Украину вместо Украины. И украинцев воевать не будет. Я помню, что украинский фронт в переговорах, торгах между Вашингтоном и Москвой, и тем более Вашингтоном и Пекином, далеко не единственные. Разговоры о том, что санкции нужно вводить до и для, а не после того, как, стали уже общим местом. Нам нужно быть готовыми к варианту, что даже самый жесткий формат санкций не остановит агрессора, а наоборот. Наверное, так и вообще нужно быть готовым к варианту о том, что агрессор не остановится. Его можно только остановить. И это действительно так. Дальше, идем дальше. Значит, Майя Санду в интервью румынскому телеганалу ПРО ТВ сказала о том, что, мол, у нас нет доступа в Придестровский регион, чтобы точно сказать, что там происходит. Мы не можем сказать точно, сколько там сейчас российских военнослужащих, но мы мониторим ситуацию, у нас нет информации о том, что там что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, но и причин для большого беспокойства нет. Вы знаете, как это очень интересный на самом деле комментарий, потому что обсуждалось это, вариант того, что будет буча в Молдове. Действительно обсуждалось, но я считаю, что Молдова, я уже об этом сказал, что Молдова уже теперь, по крайней мере сейчас, является исключительно болевой точкой, но никак не может быть основной целью Кремля. Ну, давайте не будем забывать, что Молдова-анклав, который окружает Румынию и Украину. В общем-то, обе страны достаточно враждебные путинскому режиму. Ну и наша рубрика новая «Путинизм шагает по планете». Русский ориенталист, есть такой имперский канал российский, написал о том, что, мол, могут ли Куба и Венесуэла на полном серьезе вступить в ОДКБ, и что с этого получат. Готова ли Россия включить эти страны в ОДКБ, преодолевая сопротивление союзников. Обе формулировки неправильные, на оба вопроса ответ нет. И ориенталист пишет о том, что Россия – это не государство, а со словом корпоративная автократия или вождество. И если посмотреть с этой точки зрения, ну вот Венесуэла, в нее Россия вложила, корпорация «Роснефть», в частности, огромные деньги, десятки миллиардов долларов. Их, кстати, этими вложениями рисковали, провоцируя американцев. Интересы корпораций в данном случае не сравненно выше в любых внешнеполитических маневрах. То есть, если, значит, в ОДКБ Венесуэла вступает, значит, соответственно, я думаю, что русские ориенталисты, я вслед за ним думаю, что действительно очень серьезная угроза возникает для Венесуэлы, ну и потом, ну, вы знаете, таблет, конечно, собачий. Что касается Кубы, то с нее вообще мало что можно взять, считают ориенталисты, я вслед за ним. Непонятно вообще, что с этой Кубой, кто получит. Сигары и ром. Ну и давно уже не так высоко котируются эти сигары и ром, если надо, знакомые привезут. Вообще непонятно, зачем столько шороху ради этой Кубы. Фидель был прикольным, но его нет. Можно, конечно, по приколу заявить, что ракеты туда поставим. Но, скажем прямо, что это британский фейк. И я нагнулся на очень прикольный канал по Владимирской Америке. Называется он, интересно, секс, картели и фридокалу. Так вот, там этот канал показывает фотографии президента Никарагуа Даниэля Артега, президента Мадуро Венесуэлы. Напомню, эти два президента признали Абхазию и так называемую Южную Осетию. С вице-президентом Ирана Мухсеном Ризаи. Человеком, которым скрасная карточка Интерпола. Обвиняется он в причастности к взрыву еврейского центра АМЕ в Буэнос-Аресе в 1994 году. А еще в 1981-1997 год он возглавлял корпус стражей Исламской революции. Ну, тот самый, где есть Аль-Котс. Подразделение. И которое добавляет головной боли заклятым врагам Ирана в лице Израиля и США по всему миру. Заближение Ирана с Венесуэлой произошло по прямой протекции Китая, который на иранских танках поставлял в Венесуэлу нефтепродукты в последние годы. А еще власти Никарагуа прекратили отношения с Тайванем и начали сближение с Пекином полтора месяца назад. В конце декабря правительство Даниэля Артега конфисковало бывшее посольство дипломатического офиса Тайваня, заявив, что те принадлежат КНР как единственному законному представителю одного Китая. Так что тут все понятно, но самое главное, о чем пишет этот телеграм-канал, что по воде в данном случае держит вовсе не Россия. В чьи светлые головы приходят сейчас мысли о том, чтобы привести всех под знамена ОДКБ. На этом, пожалуй, все. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok